Добрый день, уважаемые коллеги. Хорошо меня слышно? Поставьте плюсик. Вижу хорошо. Окей. Ну, ждем, ждем еще минуты 3-4 и начнем наш вебинар. Презентация доступна для скачивания. Скачивайте, пользуйтесь. Есть полезные ссылки интересные. Продолжение следует. Очень интересные вещи, ролики, мастер-классы. Приглашаю на бесплатные конференции, бесплатные курсы, которые проводит наш университет. Я являюсь представителем Уфимского университета науки и технологий. Ссылочку могу еще продублировать в чат, чтобы мы постоянно были с вами на связи. Так вот, давайте в чат я сброшу сейчас ссылочку. В общем-то, много очень разных программ мы бесплатно реализуем, интересных, в рамках федеральных проектов. Чуть позже, когда все подключатся, в конце я скажу. Работаем также совместно с директ-академией. С директ-академией разрабатываем совместные курсы в рамках, например, проекта «Содействие занятости». Давайте я следующий слайд покажу. Есть вот такие у нас программы, где можно принять участие абсолютно бесплатно, но, правда, есть ограничения по категории граждан. То есть 50+, например, женщины в декретном отпуске, безработные, студенты старшего курса, которым не исполнилось 35 лет. Есть пару совместных курсов, которые мы разработали с директ-академией. Вот очень интересный курс профессиональный контент менеджмент, профессиональный контент менеджмент образовательных ресурсов. Автор Павел Юрьевич Калинников, высококлассный специалист директ-академия. Дальше «Основу библиографии для научно-педагогических и библиотечных работников» автор Татьяна Викторовна Телегина. Тоже специалист директ-академии, вы ее знаете, она сопровождает, модерирует вебинары. Вот два курса. Для вас это будет абсолютно бесплатное обучение по программе повышения квалификации в рамках федерального проекта. Реализуем мы, Уфимский университет науки и технологий и директ-академии. Но директ-академия является здесь хедлайнером, то есть в разработчике мы работаем с набором групп, формируем личные делослушатели и так далее. То есть берем на себя всю бумажную работу, а вот именно хедлайнеры этих программ – это вот у нас наш партнер – директ-академия. Записаться можно по форме заявки, если вы соответствуете этим категориям. Еще раз повторюсь, если вы не учились в проекте о действии и занятости, подходите под соответствующие категории, бесплатно можете принять участие. Торопитесь, потому что квота выбирается в регионе, которая нам выделена. И, соответственно, можете опоздать, если кому это интересно. Так, ну и, соответственно, опять-таки, возвращаясь к телеграм-группе, присоединяйтесь, подключайтесь. Я все время какие-то ролики, мастер-классы выкладываю, что-то новое узнаю, сообщаю в эту целевую телеграм-группу. Это называется «Цифровой педагог». Так, ну, что у нас со временем? Все, начинаем. Я, значит, сейчас откачу на первый слайд. Итак, уважаемые коллеги, позвольте представиться. Меня зовут Сергей Вячеславович Пихтовников. Я более 12 лет занимаюсь дополнительным профессиональным образованием. Являюсь профессиональным методистом, разработчиком онлайн-курсов. В данный момент я завеститель директора по IT-технологиям Института непрерывного образования Уфимского университета науки и технологий, который находится в городе Уфа, Республика Башкортостан. Это сейчас 5-й занимает ВУЗ, 5-е место по величине. У нас 50 тысяч студентов. И мы активно развиваем IT-технологии, онлайн-обучение и работаем в программах ДПО. Мой электронный адрес, если какие-то вопросы есть, обращайтесь. Всегда буду рад ответить на ваши вопросы и вам помочь. Сегодня мы поговорим на тему эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в создании и подготовке дидактического и наглядно-демонстрационного материала. Какие вопросы осветим? То есть, ну, сделаем обзор сервисов отечественных и зарубежных, в том числе онлайн-сервисов для разработки дидактического и наглядно-демонстрационного материала. Также рассмотрим возможности создания методических материалов в таких сервисах, как Amira.com, Learning Apps, Joyetech, e-треники, удобо и смарт-картах. Рассмотрим также аспекты современного дизайна, в том числе педдизайна и эргономические требования создания электронных средств образовательного назначения. Ну что, поехали. Итак, дидактические материалы. Ну, какие дидактические материалы, которые вот в основном мы разрабатываем в плане своей профессиональной деятельности? Это презентация, обучающие игры, всевозможные карточки, рисунки, инфографику, контурные карты, оси времени, так называемые таймлайны, текстовые лангриды. Не весь перечень тот, который вот в основном, значит, пользуется спросом. И я также являюсь автором курса применения КТ и цифровых сервисов в работе педагога, также автором курса «Цифровой педагог», ну и так далее. И вот большинство слушателей как раз, когда мы общаемся, спрашивают, что вам нужно, что нужно подготовить. Вот они говорят о том, что нам необходимо вот это, вот это, вот это. Как это все делать? Ну, презентация, несмотря на то, что мы все это научились, наверное, уже делать, и тем не менее, есть определенные моменты. И также вот слушатели курсов, некоторые повторно приходят на наш курс, который у нас, например, происходит апгрейд каждые полгода, и все равно презентациями продолжают интересоваться. Поэтому я поставил на первое место. Какие сервисы для онлайн-презентации есть? Если облачные сервисы рассмотрели, то, конечно же, это Google-презентация, Google-слайды так называемые, да. Ну, наверное, этот сервис вам тоже знаком, Google Jumpboard, это интерактивная доска в форме презентации. То есть там есть 20 слайдов, и самое интересное, что это облачный сервис, который позволяет одновременно взаимодействовать с учащимися, то есть не только им что-то демонстрировать, но делать какие-то отметки и так далее. Делить слайды между учащимися и, соответственно, задавать какие-то задачи. Если вы пользуетесь Google-классом, то вот этот инструмент тоже очень будет полезен. Отличный аналог Google-слайдов – это Яндекс.Презентация. Яндекс.Презентация. Если вы зарегистрировались в учетной записи Яндекс, то, соответственно, вам будет доступен публичный сервис. Весь офис – это редактор текстового аналога Word, электронные таблицы, презентация и так далее. Тоже посмотрите. Дальше. Есть еще такой сервис, который называется Prezi. Вот он как раз очень хорошо подходит для дидактического материала, сервис зарубежный. И здесь вот можно кроссворды, умные карты делать, те же самые таймлайны тоже делать, да, то есть временные оси. С возможной карточки к занятиям представляет собой аналог доски мира, вот чуть позже я покажу. И, в общем-то, как бы такое рабочее поле, которое тоже можно предоставить, нажав на кнопки share, да, то есть расшарить, говорят, то есть предоставить. И контент можно расположить как угодно и задавать любую последовательность просмотра. Есть очень неплохие шаблоны по инфографике, то есть диаграммы, графики, в том числе интерактивные. И есть возможность видеосопровожения. Правда, видеосопровожение, там, по-моему, есть определенные ограничения. Для большой аудитории необходимо приобретать платный тариф. Вот здесь, внизу на слайде, есть мой видеоурок по применению интерактивных сервисов. Это сервис Mentimeter, презентация с вопросами. Я когда-то рассказывал, еще, наверное, в прошлом году проводил соответствующий вебинар совместно с Директ Академией. И вот коллегам, как пользоваться данным сервисом Mentimeter. У меня записан видеоурок. Кому интересно, можете скачать презентацию и, соответственно, по ссылочке посмотреть. И как пользоваться так называемой доской Padlet, которая представлена в виде канбана. То есть таких столбиков с задачами тоже здесь я, в общем-то, объясняю. Следующий момент. Буквально на прошлом вебинаре, когда я делал обзор ресурсов, может быть, коллеги здесь тоже присутствуют и помнят вопрос, чем заменить канву. То есть канва ушла из России. Забрала также такой сервис динамической инфографики, как Flourish. И, в общем-то, задали вопрос. Я, значит, поговорил с нашими ребятами, которые, значит, занимаются разработкой контента. И вот, значит, они используют такой сервис, как FlyV. FlyV.io – это онлайн-платформа для создания графических работ различного характера. То есть не обязательно там делать только презентация, но можно разрабатывать вообще контент, всякие постеры и размещать в соцсетях и так далее. Ну и, соответственно, в каких-то системах LMS. Аналог канвы. Сервис гораздо сложнее, чем Google презентация или PowerPoint, но инструментарий намного шире. И вот здесь вот есть 20 тысяч всевозможных шаблонов, которые вы можете использовать. И у них есть очень неплохой функционал в тарифе фри, то есть бесплатно. Дальше. Ну, нельзя не сказать про интерактивный сервис Мира, который многие из вас используют. Кто использует Мир, пожалуйста, поставьте плюсик в чате. Интересно посмотреть. Так, и все, два человека. Интерактивный сервис Мира. Ну, хорошо. Давайте тогда я сейчас запущу демонстрацию экрана. Как раз я здесь приготовил кое-что для вас. Вот он, сервис Мира. Есть тариф фри, где можно завести три доски. Я использую как действующий репетитор данную доску, когда я делаю занятия в микрогруппах. Я, в общем-то, делю, соответственно, группы людей, группы моих слушателей, моих подопечных. И, соответственно, сегментирую на доске задания. Для взаимодействия с коллегами. Например, мы здесь обсуждаем, как создавать, то есть, ну, как действующий методист. Например, я с коллегами создаю различные курсы. То есть, здесь можно предоставить, есть такая кнопочка шера, да, то есть, скинуть ссылочку, они подключатся. И здесь можно такую коллективную работу интерактивную сделать. И вот мы, например, здесь моделируем курсы. То есть, в данном случае, это курс по питону, значит, линейное проектирование делаем, каких-то модулей, там, спиральное обучение и так далее. Дальше. Ну, вот подсказки для коллег тоже сделал здесь. Значит, по интерфейсу, что нужно, как пользоваться, то есть, какие есть инструменты. И здесь также вот мы приводим различные разработки, тренируемся с нашими слушателями. Которые у меня обучаются на курсе ИКТ и цифровые сервисы. Вот, например, карта занятий, да, то есть, мы составляем такую смарт-карту занятия. Здесь вот я могу подключиться. Так. Сейчас, минуту. Коллеги, все видно, да, все хорошо? Поставьте плюсик, пожалуйста. Так, не вижу сообщение. Да, все. Значит, возвращаясь обратно. И вот, значит, получается, что здесь вот мы делаем такую умную карту занятий. То есть, вот обычные блоки, которые здесь есть, пожалуйста, их можно использовать, нарисовать, закрасить. Здесь можно рисовать ручками что-то. Соответственно, поставить ссылки. И эту ссылочку здесь, например, раз и переместили на какое-то задание, которое должны делать ученики. И, соответственно, значит, ответы могут загружать чуть ниже данного, значит, материала проверяются. И дальше идет, значит, ветвление, то есть, куда дальше пойти, там, посмотреть видеоролик, там, или что-то сделать, или пройти, тестировать. Дальше. Можно делать вот такие стикеры для акцентуации внимания. Можно размещать материалы, просто копируя, например, принт-скрином. Можно делать вот такие вот, такой, скажем так, канбан в виде даты. Например, 25 декабря сделай то-то, 26 декабря сделай то-то. Ну, а для дошкольников, например, для воспитателей дошкольно-образовательных организаций, мы здесь тренируемся делать всякие интерактивные игры. То есть, здесь можно каждый, например, прямоугольник в виде фрейма вставить и разместить какие-то, значит, действия. Поместить вот здесь вот какую-то фигуру, персонаж, да, например, интерактивно-веселая игра-гномик, которую мы придумали прямо на курсе к повышению квалификации, совместно разрабатывать. Как играть? Вот здесь есть такая вот ссылочка, можно на нее щелкнуть или вот щелкнуть на кубик. Сейчас. Вот. И перейти на сайт, бросить этот кубик, то есть игральный кодекс. Ну, например, выбираем один кубик, да, бросаем, вот выпадает циферка 1. И, соответственно, этого гномика мы перемещаем на цифру 1. Вот у нас задание. Соответственно, щелкает это задание, мы открываем, значит, сервис интерактивных упражнений, называется Learning App, да. Значит, здесь интерактивные упражнения, и наш обучаемый должен, значит, выполнить это задание. Значит, либо это делается на интерактивной доске, либо это делается там на планшете. И, соответственно, вот находится пара, даже вот он сигнализирует, что это неправильно выполнено. И вот так можно поиграть, то есть такие игры можно создавать, если у вас есть интерактивные доски, если у вас, например, есть какой-то планшетный класс, либо используется мобильный телефон. Возможностей очень много. И возвращаясь к нашей презентации. Так, сейчас, минуту включу. Вот здесь есть ссылочка. Ссылочка на мастер-классы. То есть мастер-класс по использованию доски мира и джамборд, который вы можете посмотреть. Здесь доступ абсолютно, в общем-то, открытый. И будет открыт еще очень долго. То есть заходите, смотрите, знакомьтесь о том, как можно использовать доску мира и сервис джамборд в своем учебном процессе. Шагаем дальше. Оффлайн-сервисы презентации. То есть это программа, которую мы скачиваем непосредственно на компьютер. И это аналоги PowerPoint. Потому что в последнее время, например, у нас в организации стали блокировать сервисы Microsoft, чтобы не... Ну, есть такая политика безопасности, обновления. И у меня вот PowerPoint начал, например, скажем так, подводить. Поэтому начали искать мы альтернативные сервисы. И вот то, чем я непосредственно сам пользуюсь, это LibreOffice Impress. То есть есть для Linux, есть для Windows. Здесь вот есть ссылочка, где можно скачать и поставить. Бесплатная программа. И, в общем-то, работать даже на самых старых компьютерах, на самой старой версии Windows. Есть еще так называемый VPS Office. Я счастливый владелец телефона Xiaomi. И у меня прямо вот этот VPS Office, встроенный непосредственно в телефон. Ну и, соответственно, можно также скачать десктопную, то есть компьютерную версию. То есть по ссылочке поставить себе на компьютер. Там есть и PDF-редактор, и редактор текстов, и есть электронная таблица и презентация. Вот обратите на это внимание, на эту линейку программных продуктов, как вариант такого импортозамещения. Ну, рассмотрим теперь эргономические правила создания презентации. Наверняка все уже умеют делать презентации, но некоторые моменты я хотел бы заострить. Потому что когда наши слушатели пытаются сдавать задания, я все равно нахожу ошибки в этих заданиях. И вот хотелось бы здесь немножко такие основные правила сказать. Вот первое правило – быть проще. Ничего в презентации не должно быть лишнего. Каждый слайд должен как бы логически следовать за другим, ну, согласно такой вот единой классной красной линии темы презентации. Правило второе – правило наглядности. Если вы рисуете какие-то фигуры, стрязываете какими-то стрелочками, обязательно при этом просмотре смотрите, чтобы все было видно. Чтобы все было видно, понятно, наглядно. Как размещать текст и как размещать картинки, я чуть позже скажу. Какой шрифт необходимо выбрать? Оптимальный шрифт – это не меньше 24. Текст должен быть контрастным на любом фоне. Ну, например, вот здесь я привел примеры. Либо белый на темно-синем, либо лимонно-желтый на пурпурном, либо как у меня черный на белом, либо желтый на синий. То есть если вы, например, не уверены, где вы будете выступать, и не уверены в яркости лампа проектора, то смело можете подобрать какой-нибудь такой вот фон, либо желтый на синим, либо белый на темно-синим, чтобы, когда вы будете докладывать свою презентацию, всем было все видно и понятно. Потому что есть такое понятие, или характеристика, правильно сказать, у проектора – это яркость лампы в ансилюминах измеряется. К сожалению, есть уже подсевшие проекторы, либо проекторы, скажем так, недорогие, где яркость лампочки очень небольшая, и когда солнечная погода, и нет четкого затенения, ну, просто аудитория ничего не увидит. Поэтому вот самые контрастные фоны и шрифты считаются вот этим. Какие шрифты выбрать? Лучше какие-то закругленные, то есть типа Arial, Courier и так далее, потому что они легко воспринимаются, легко читаются. Идем дальше. Следующее правило. Расположение предложения на каждом слайде, если есть текст, должно максимально облегчать задачу его восприятия. То есть я вот делаю такие отступы, обычно по два. И вопрос, сколько должно быть текста на слайде? Вообще презентация – это визуальное сопровождение доклада, поэтому текста не должно быть много. Ну, если это, конечно, презентация какого-нибудь обучающего характера. И обычно мы здесь как бы определяем так, что один слайд – одна мысль должна быть, да? То есть конспект ключевых тезисов. Ну, конечно, когда презентация только из одних картин состоит, тоже нехорошо, поэтому надо, конечно же, использовать такой баланс текста и изображения. Как располагать графику? Вот здесь я привел такую картинку, куда падает наше внимание, да? То есть добыто таким эмпирическим путем исследования с помощью кликабельности различных сайтов. Так вот, всегда наш взор, значит, больше всего вот устремляется в левую верхнюю часть экрана, вот такая буква «ф», да? То есть здесь вот максимальная концентрация внимания, и потом оно рассеивается. Мы читаем слева направо, поэтому правильнее располагать картинки левее текста. То есть мы сначала взором упираемся на, значит, картинку, и вообще можно подобрать такую картинку, которая может заменить тысячу слов. То есть если вот по смыслу подобрать, то можно писать очень-очень много текста, но на самом деле как раз вот именно правило шестое – это когда картинка может, правильно подобранная картинка, правильно размещенная, да, может заменить тысячу слов и привлечь внимание. Лучше всего, если вы представляете какую-то числовую информацию, никогда не используя таблицы. Таблицы всегда очень плохо воспринимаются. Лучше строить, рисовать графики, рисовать диаграммы, гистограммы и так далее, но не таблицы. Аудитория от таблиц очень сильно устает. Поэтому считается таким дурным тоном, что ли, если вы, например, таблицу там показываете на слайде. Идем дальше. Правило седьмое. Не перегружайте слайды лишними деталями. Да, может быть, вы обладаете хорошими, отличными просто ИКТ-компетенциями и какую-нибудь рамочку рисуете с бегающими муравьями вокруг слайда. Но здесь есть такой один момент, что если это показывать, демонстрировать детям, то есть когда анимация просто не в тему, а там бегающие муравьи по, скажем так, границе слайдов, такая рамка, например, то вот бегающих муравьев они заполнят, а конкретно то, что содержимое, смысла самого слайда нет. Поэтому анимацию надо применять только по теме, то есть когда нужно продемонстрировать какое-то движение, какое-то явление и так далее. То же самое и звуковые и визуальные эффекты должны, соответственно, подобраны быть в тему и не отвлекать внимание слушателей от основной важной информации. Правило седьмое. Принцип семи пунктов. То есть один слайд не должен включать более семи элементов. Там будь то строки, картинки или схема. Вот семь элементов, не более. Чем меньше, ну там три, четыре, пять, тем лучше. То есть лучше как бы цепляется внимание и запоминается. Правило восьмое. Чередуйте контент. То есть презентация, в общем-то, пытаться все именно в тексте представить, в картинках представить, как я уже сказал, ну не есть хорошо, поэтому надо разумно к этому подходить и текст, и, соответственно, к картинке чередовать. Так, коллеги, я на все ваши вопросы отвечу чуть позже, да? Или хоть там, ну вот, перерывчик сделаем, поэтому обязательно отвечу. Идем дальше. Правило девятое. Делаем спокойный фон, то есть светлый фон и темный шрифт всегда выглядят уместно, актуально и не отвлекают внимания. Если какие-то ядовитые цвета привлекать, то, соответственно, агрессивный фон обычно забирает на себя внимание и может раздражать зрителей. Правило десятое. Придерживайтесь единого стиля. То есть если вот начали, значит, слайды в каком-то едином фоном, скажем так, отображении делать, то, соответственно, лучше и продолжить. А не так, чтобы, значит, один фон, потом другой, потом третий. И вообще, если фон с картинками какой-то, да, то есть на задний план поместить, он очень сильно отвлекает внимание. Поэтому с фоном надо быть, с подбором фона должно, надо быть очень аккуратным, и цвета должны быть очень-очень такие теплые, дружелюбные, спокойные. Дальше. Следующий момент. Ну вот, по презентации все. Давайте посмотрим, какие вопросы. И пойдем дальше. Так, сейчас, минуту. Так, Валентина Ткаченко. Сергей Вячеславович, если я правильно поняла, у вас есть курс повышения квалификации при работе преподавателя с использованием ИКТ в работе? Да, есть такой курс. Применение ИКТ в цифровых сервисах, в работе педагога. Чуть позже, в конце скажу, там есть соответствующая ссылка на регистрацию. Он у нас платный, но стоит очень недорого, по-моему, там 1300 рублей. Чуть позже я скажу. Так, пока больше. А, еще есть в охватке вопросы. Да, ну я бы ответил на этот вопрос. Идем дальше. Идем дальше. Итак, рассмотрим сервисы для интерактивных упражнений и обучающих игр. Ну, сервис мира я продемонстрировал. В принципе, самый популярный и доступный – это мира. Есть российские аналоги. Это S-Board, GetLocus и Proof.me. Тоже посмотрите. Я как-то занятие, один вебинар назад, то есть до этого, эти как раз сервисы демонстрировал. И здесь вот активные ссылки привел. Можете тоже потестить, попробовать. Это как бы такое импортозамещение отечественное. Ну и, конечно же, есть специальный сервис. Это Learning Apps, Joyetech и Тренинг и Удоба. И вот давайте мы посмотрим. Значит, вот сервис Joyetech. Это конструктор квестов интеллектуальных игр. Я сейчас запущу демонстрацию экрана. Покажу возможности данного сервиса. Как раз подготовил. Так. Это лишнее. Так, вот Joyetech. Здесь можно зарегистрироваться. Вот есть стартовая страница. И, соответственно, зайти в профиль. У них бесплатный тарифный план. Очень, в принципе, неплохой. И можно... А, ну, библиотека уроков у них доступна только в тарифе премиум. Ну, в принципе, у них невысокие тарифы. Там что-то 950 рублей, 450 рублей в месяц. Если кому интересно. Но есть и другой сервис Удоба, который создан Пермским научно-исследовательским университетом. И он вообще бесплатный, по сути. То есть, поэтому, не знаю, есть ли смысл платить деньги или нет. Ну, тут думайте, решайте сами. Что понравится? Ну, вот здесь можно создавать квесты, видео, викторины. Просто термины, тесты. И чтобы создать обычное видео, например, да, веб-сервис видео. То есть, интерактивное видео. Если у вас есть видео на YouTube или на RoTube, то, соответственно, можно сюда поместить ссылочку и к интерактивному видео сделать раскатровку и добавить соответствующие комментарии. То есть, не просто там видеозапись чего-то, а именно сделать с комментарием. Вот такой простой сервис, который позволит, ну, скажем так, внести ясности в какие-то ресурсы. Ну, соответственно, щелкаем далее. Разрешаем, значит, какие-то настройки. Далее, и, соответственно, вот, пожалуйста, данное видео будет здесь доступно по ссылке и по QR-коду. Ну, если кому интересно, пожалуйста, посмотрите. Сервис довольно-таки, ну, интересен, особенно в плане квестов и так далее. Дальше. Следующее – это сервис Learning Apps. Зарубежный, но русифицированный для нас. И этот сервис работает. Здесь вот можно по категориям посмотреть, какие есть ресурсы. Например, я захожу на информатику ИКТ. То есть, я интересуюсь информатикой ИКТ. Вот здесь есть ресурсы, которые можно посмотреть. Ну, так. Например, где-то мне было интересно, находил сегодня как раз упражнение именно. А вот устройство ввода-вывода информации. Вот такие сервисы, где можно, значит, точпад, например, да. Так, точпад – это устройство ввода информации. И, соответственно, так вот можно делать. У меня здесь тоже есть свои упражнения. Так. Сейчас я попробую зайти. Выбросил из системы. Так. Это на курсах тоже я демонстрирую. То есть, вот мои упражнения. И здесь вот, например, ну, можно создать упражнение. Для дошкольников мы делаем упражнение, например, «Найди пару». Да, то есть, такие простые задачи. И вот можно найти так. Сейчас посмотрю, как его можно редактировать. А, ну, «Найди пару». Вот, например, давайте сейчас проделаем. Раз. И, значит, отвечаем все. Видите, здорово, ты нашел правильное решение. Так. Можно создать подобное, можно доработать. То есть, нажму «Доработать». То есть, редактирую. Здесь, как оно делается, упражнение. Это, значит, ну, во-первых, ставим задачу, подключаем сюда, загружаем картинки, которые нужны, правильные, да, и неправильные варианты. И, соответственно, пишем комментарии, как нужно сделать. Ну, и, соответственно, упражнение сохраняем. Очень все просто, интуитивно, понятно. И надо, все делается по шаблону, и надо знать, там, каких-то супер, обладать какими-то супернавыками. Если новое упражнение делать, то нажимаем «Новое упражнение», и, соответственно, здесь вот есть типы этих упражнений, классификация, хронологическая линейка. То есть выставить в хронологическом последовательности объекты порядок, например, кроссворды и так далее. Более сложно с географией, с историей можно посмотреть, где находится вот это, называется, и так далее. То есть расифицированный такой интерфейс. И каждое упражнение можно, соответственно, по ссылке раздавать учащимся и там включать, вот как я это делал на доске как раз вот мира. Так, следующий момент. Давайте я вернусь в презентацию. Так, сейчас, минуту. Так, Joyetech мы посмотрели. А, еще есть такой сервис, называется «Quest Adela». То есть можно создавать как раз квесты игровые, причем совершенно для разного возраста, и для дошкольников, и для начальной школы, и для среднего звена. Шагаем дальше. Следующий у нас «Етреники». Конструктор тренажеров. Ну, здесь пока, это отличный такой аналог «Learnings Apps», но пока он довольно бедный, в основном здесь тренажеры направлены на игру со словами, и, например, вот есть такой тренажер «Картофан», где можно как раз вот именно привязать карты, и привязать карты, и привязать, ну, то есть по географии, по истории поиграться, по этим предметам, и, соответственно, все остальное, это вот можно использовать, конечно же, русский язык, или английский язык, составляя игру условий. Пока сервис находится в стадии такого активного развития. Ну, про это я уже сказал, и вот еще один очень мощный сервис, просто мне нравится, он сравнительно недавно появился, несколько лет назад, когда появилось как раз вот именно ковидное вот это вот время, вот в это вот как раз именно в ковидную вот эту эпоху, удобно, бесплатный, удобно, бесплатный, и можно пользоваться. Сейчас на него перейду, только отвечу на вопрос Ольги Филипповой. Значит, будет ли запись вебинар? Да, будет, конечно, будет запись. Так. Да, сертификат участников вы можете тоже так же получить, конечно же. Так. Пожалуйста. Давайте переключаюсь на Удогу, и попробую сейчас продемонстрировать данный сервис. Вот этот сервис. Здесь, в общем-то, вот когда авторизуетесь, зарегистрировать все очень просто. Есть вот как раз пример ресурсов, которые можно посмотреть. Есть вот так еще можно сделать список, ресурсов. Вот он здесь представлен, который уже готовым можно использовать. У них есть, как бы, такой робот с оправа удобыч, который осуществляет навигацию, по сайту помогает с подсказками. Есть инструкции, как создавать всевозможные упражнения. Вот очень много всяких упражнений. Вот я зайду сейчас в библиотеку свою, да, например, добавить. И здесь домашние задания, которые можно также предоставить доступ учащимся, папочку создать. Ну, вот интерактивный контент нужно нажать, да, чтобы здесь вышли типы заданий. Вот, презентацию можно, шкалу времени создать. Инфографика есть, да, всевозможные коллажи, перетаскивание слов, ВДА-ответ, ну и так далее. Вот здесь очень много-много чего. Еще раз повторюсь, это разработка Перского научно-исследовательского университета. Перского научно-исследовательского университета находится на их серверах, и она бесплатна. То есть можно пользоваться. Опять захожу в библиотеку. Вот история развития ВМ. Такой пример я для вас начал разрабатывать. Зашел, и, соответственно, здесь вот есть ссылочка для того, чтобы можно было зайти на этот ресурс, если он закрытый, можно сделать его открытым, да. Так, и, соответственно, нажимаю редактировать. То есть это ось времени, таймлайн так называемый, да. И вот здесь я пишу, значит, ось времени, как она называется, с одной заголовок, значит, как называется данный ресурс. Данный ресурс будет называться таймлайн истории развития, чтобы ваши слушатели могли найти. История развития ВМ. Заголовок. Дальше я пишу, например, какой-то год здесь, да, и сюда вставляю картинку. Так, объект вот. Значит, добавляю картинку, которую заранее заготовил. После этого я нажимаю кнопочку, значит, сохранить, сохранить, и открывается... О, что-то ошибка какая-то. Сейчас. Что-то там не то я нажал. Наверное, что-то там не запомнило. Сейчас, минуту. Так, давайте редактировать нажму. Сейчас ударю, наверное, лишнее тут что-то есть. Вот это ударю. Так, наверное, так надо было сделать. Что ругается система на это дело, на это действие. Вот и получается таймлайн. То есть можно сделать такую вот ось времени, где, например, история развития ВМ, значит, например, суммирующая машина Паскалина. Паскалина называется, да. И вот такую ось сделать, то есть с картинками, с комментариями, значит, как бы вот доступна в нашем отечественном сервисе. Так, возвращаясь обратно к презентации. Идем дальше. Инфографика. Сервисы инфографики. Ну, одни из самых таких... Одни из самых таких популярных сервисов статической инфографики, где можно демонстрировать какие-то графики, изображения, значит, диаграммы. Вот как раз является сервис инфограмм. Если знакомым, ставьте плюсик. Если незнакомым, ничего не ставьте. То есть, работаем интересно. Ага, есть, да? Да. Хорошо. Хорошо, прекрасно. Так, инфограмм и подобный сервис еще есть, Элти. Сервис статической инфографики. Тоже можете ознакомиться с ним. И сервис динамической инфографики, когда что-то меняется в процессе, там про уныское движение, например, можно показать. Это сервис Flourish. Но, к сожалению, вместе с Convoy, этот сервис ушел, доступен только через VPN. То есть, можно пользоваться через VPN. Что касается, значит, инфограмма, здесь все очень просто его использовать. Сейчас я прямо продемонстрирую на экране. Так. Вот такой примерчик. Так, сейчас. Как-то. Сначала нужно выйти. Сейчас вот заходит в личный кабинет. Соответственно, здесь есть инфографика. Здесь какие-то есть посты, слайды можно делать, дашборд можно создавать и так далее. Все это можно для мобильных, естественно, версий телефонов делать. Вот инфографика обычная. Раз, хотим какую-то инфографику сделать. Открывается очень много всяких шаблонов инфографики. Тут надо просто посмотреть, потыкать, что подойдет. Даже те же самые временные оси есть, таймлайны. Вот в таком формате. Если ничего подходящего не находите, то, соответственно, нажимаем вот такую кнопочку, create, создаем соответствующий шаблон. И не шаблон, а как бы документ, да. И выбираем, что мы хотим. В каком виде представить инфографику. Здесь вот разные варианты есть. Ну, самый простой вариант, например, берем просто графики какие-то, да. Соответственно, это можно скачивать, это можно предоставлять совместный доступ и так далее. И если редактировать данные, то, соответственно, кликаем кнопочку edit, data, меняем здесь данные в столбцах, ну, подписи, в годах, например, тут какие-то данные. И, соответственно, все это сюда транслируется. Можно предоставлять доступ по ссылке к этому, к этой инфографике. Можно, соответственно, скачивать и отправлять ученикам. Так. Возвращаясь опять в презентацию. Идем дальше. Контурные карты. Спрашивали у меня учителя тоже, географии учителя, история, по поводу контурных карт. Вот я нашел разные, здесь несколько сервисов. Вот самый такой насыщенный сервис, это MapChat называется, да. Есть подробная карта Российской Федерации, всего мира. Ну, сервис зарубежный. Еще есть аналоги. Это Free Vector Maps, Animaps и Scribable Maps. Вот. Тоже можно посмотреть. Ну, и наш такой зарождающийся сервис, картокрафт.рф. Он, конечно, очень слабоватый, но, тем не менее, там на карте России можно прорисовывать реки, там города, там пункты ставить, отмечать и так далее. Ну, это больше для географов и для историков. Идем дальше. Ну, еще какие временные оси есть, отдельные ресурсы, временные оси. Вот здесь вот представлены на слайде. Timeline.js, это вот как раз удобно подключена к этому сервису. Ну, есть еще TimeMapper, TimeToast и Precedent. Но вот эти вот таймлайны, они, кстати, встроены в различные сервисы, которые я говорил, например, Инфограмм и так далее. То есть там тоже можно их использовать. Следующая серия, скажем так, ресурсов – это умные карты, это смарт-карты. Смарт-карты нужны для того, чтобы можно было показывать... Да, спасибо, Алина, спасибо, да. Хороший сервис. Значит, умные карты для того, чтобы можно было что-то демонстрировать, то есть разбор какого-то там, я не знаю, предметы, объекты, явления и так далее. И, соответственно, сделать такую коллективную работу, сделать урок интереснее или сделать как домашнее задание. Ну, например, вот здесь вот умная карта для учителя. Что должен уметь учитель? Видите, в виде дерева представлено, какие навыки. Дерево навыков. Значит, есть, кстати, вот ресурс, который я использую, это называется mintmister.com, да, и есть еще готовые карты на сайте pinterest.ru. Сайт с готовыми вентальными картами, то есть можно что-то найти для своего урока. Ну, еще есть Google It, не Google, а Google It, получается. Вот здесь вот как раз я скриншотик сделал, значит, это вот как устройство цветка, например, раскладывается, да, то есть как бы такой опорный конспект, который можно давать учащимся. И приведу тоже пример, вот как мы работаем с учениками. Сейчас, минуту, переключусь на демонстрацию. Вот, так, выбросил меня, к сожалению, с мидмистера. Все, захожу. Так, тут есть базовый тариф, и я специально сделал заготовку, чтобы показать темную карту. Так, попробую открыть, найти это быстро. Так, нет, что-то подтормаживает компьютер. Сейчас, минуту, переключусь на презентацию себя и скопирую ссылку, чтобы быстрее найти. Так, 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 так. Вот, так быстрее оказалось. Назад откатите просто. Курсы английского языка. То есть мы, например, на курсе методист образовательных программ, автор, который тоже я являюсь, с учениками делали такой, скажем так, разбор, да, то есть кто интересуется курсами английского языка, то есть изучали, ну, там есть такой раздел, как анализ работы с заказчиком, анализ ниши и так далее. То есть разработал такой курс, который был бы очень сильно востребованный. Соответственно, мы вот на ментальной карте с нашей группой сидели, и каждый, значит, здесь, соответственно, поделились, то есть каждый зашел, то есть можно интерактивно работать, и каждый выбирал персонажей. Кто же будет клиентами данного курса, например, дети, студенты, какие у них потребности вырисовывались, какие у них возражения могут быть. Соответственно, все это сидели, такой мозговой штурм, в таком формате метапа мы все это делали, и вот создали такую карту, такую карту, по которой можно было определить, ну, какие-то основные там цели, задачи данного курса, да, как его рекламировать, там, продвигать и прочее, то есть какие, как делать вендинг-пейдж, то есть посадочные страницы для какой-то определенной категории с какими-то, с учетом каких-то критерий. То есть эти вот умные карты позволяют организовать такую коллективную работу и, значит, как бы устроить такой мозговой штурм и провести такую практику онлайн. Ну, в общем, получилось вообще классно. Здесь все вот расписано, как бы, и мы эту карту потом использовали в каждой разработке. Кто-то, значит, делал по ней лейдинг, кто-то составлял цели задачи программы, курсы и так далее. Так, возвращаясь обратно. Так, следующий момент – это текстовые лангриды. То есть как создавать текстовые лангриды и где создавать текстовые лангриды, есть несколько сервисов. Ну вот я такой сервис рекомендую историкам, географам и вообще, кто какие-то исторические факты приводит на уроки. Здесь как раз вот можно именно с помощью сервиса StoryMap создать историю, например, ну, расселение народов, например. Да, там много чего можно тут сделать. Вот. Знаком такой сервис? Кто-то пользовался? Да, есть, да. Хорошо, хорошо. Следующий у нас, ну, это, понятно, всем известный тильда. То есть если хочешь какой-то текст быстренько сделать, накидать для учеников, это, конечно же, тильда. И тильда не только для создания сайтов, но можно делать текст. Но, правда, только в бесплатном режиме только один можно делать сайт. Если мы хотим пять сайтов сделать там и так далее. Ну, в принципе, нам достаточно как преподавателям просто сделать сайт в какой-то предмет и туда просто создавать странички умноженные. Вот. И следующий момент, это вот недавно появился аналог тильды, это Крафтум, такой российский сервис. Я тоже на нем зарегистрировался. Там доступ в месяц 149 рублей, по-моему, что ли. Сейчас они здесь вот 129 рублей вроде бы просят. И там доступно соответствующий конструктор страниц. И довольно-таки много. Можно создавать до пяти сайтов различных. И я тоже начал этим интересным крафтом пользоваться. И можно у них дешево покупать доменные имена и, соответственно, к сайту предпринимать доменные имя. Идем дальше. Ну, теперь поговорим про виды электронных средств образовательного назначения. СОН их называют. Здесь есть обучающие программные средства. К ним относятся демонстрационные программные средства. В основном это электронные учебники. Всевозможные тренажеры, контролирующие программные средства, моделирующие программные средства. Возможно, лабораторные химические и физические практикумы, где можно смоделировать то или иное физическое явление. Информационно-поисковая и информационно-справочная это энциклопедия. И учебно-игровые средства мы тоже с вами рассматриваем в виде интерактивных тренажеров. Ну, кто вступит в группу «Цифровой педагог», там в прошлом выложена презентация с обзором всех возможных средств бесплатных, интерактивных, наших, отечественных, которые недавно появились, из-за удержанных и так далее, которые можно использовать. То есть презентация доступна для скачивания. Если что, мне можете написать запрос, я в личку вам могу это отправить. То есть присоединяйтесь. И вот здесь вот как раз следующее, что мы рассмотрим, это применение электронных учебников. То есть как создавать электронный учебник, я сегодня покажу очень быстро, легко, там специальные программы, есть которые в оффлайн-формате, на компьютере создаются, есть в онлайн-формате. И вот чтобы применять обучающие программы-средства, необходимо создать пять принципов. Это первое. Ну, во-первых, вы должны четко понимать, что цель учебной работы, то есть где алгоритм, как вы будете применять тот или иной тренажер или электронный учебник. Учебную работу, второе, необходимо разделять на шаги, соответственно. И когда вы делаете, проектируете учебник какой-то, тоже разбиваете его на определенные шаги. Каждый шаг завершается с какой-то самопроверкой. То есть либо это какое-то упражнение практическое, либо это какой-то тестовый вопрос или тестовые вопросы. Ну, соответственно, это, значит, средства должны использоваться как бы автоматизированно, то есть загружаться с помощью соответствующих средств, то есть телефонов, смартфонов, компьютеров и планшетов. И должна быть предусмотрена обязательно возможность индивидуализации обучения. Но это уже достигается в каких-то ЛМС, в курсах и так далее. Дальше. Вот электронные учебники. Есть, ну, я так немножко стряхнул от Нафталина, те учебники, которые мы всегда пользуемся и пользуемся. Это, например, Турбосайт и потом его усовершенствованная версия, это Турбобук. Вот здесь есть ссылка на сайт, где можно этот учебник скачать. И там есть очень такие подробные инструкции, как пользоваться Турбосайт. Я вот сегодня буквально вам такое небольшое отступление сделаю и продемонстрирую, как пользоваться. Давайте. Делюсь экраном. Так, 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 сейчас, минуту. Вот здесь вот этот сайт, как создать электронный учебник. И здесь есть вот ссылочка такая. Здесь этот учебник можно скачать. Скачивать и устанавливать. Здесь вот я уже приготовился к нашей встрече, открыл учебник. Здесь вот нажимаем, то есть Турбосайт открываю. И, соответственно, называет этот учебник, например, «История информатики». Могу здесь поставить свой email для регистрации. Кстати, если вы зарегистрируете на род.ру, есть возможность публикации на род.ру вашего учебника, либо предоставление учебника в виде папки с материалами вашим ученикам. Нажимаем дальше «Страницы» и все. Начинаем вводить. Значит, «Введение в курс». Ввели дальше, добавить. И пишем, например, «История развития...» «История развития...» «Вычислительной техники». «Техники», да? Раз, значит, создали. Дальше, следующий заголовок делаем, следующую страничку делаем, ну, например, здесь «Практическое задание». Какое-нибудь, да? Можно сделать. Так, дальше мы делаем здесь «История программирования». Ну, что-то такое. Просто сейчас, неважно, просто создаю и, соответственно, добавляем там «Практическое задание». Все сделали, например, берем сюда, нужно вставить текст. Ну, заранее заготавливаем текст какой-нибудь, я не знаю, я возьму из Википедии что-нибудь, кусочек текста. Так, чтобы взять, давайте вот что-нибудь, вот это вот возьмем, какой-нибудь кусочек текста и, соответственно, сюда вставляем. Раз, вставляем. Можно с картинками вставлять, можно отдельно картинки вставлять. Здесь вот есть такая, значит, кнопочка «Вставить картинку». И, например, загрузки, да? Вот. Вставили картинку. То есть вставляем, наполняем текст и потом нажимаем кнопочку «Генерировать сайт». Все. Значит, просмотр сайта, пожалуйста. Вот вам учебник здесь, соответственно, выводится, и он, соответственно, то есть текст, который мы сделали, он здесь готов. Значит, можно найти также папочку, где это все располагается. Так, надеюсь, кидаем я где-то здесь. Так, так, так. Так. Вот, наверное, информатика. Вот у меня здесь этот учебник, который здесь создан, и я, соответственно, могу... Вот эта ирексная страница, первая, да? Где не вкус, он пустой, именно получается. Вот у нас вторая страничка, она заполнена здесь. Вот она, вторая страничка. Вот с этим. Вот эту папочку можно выложить на каком-нибудь облачном сервисе на Яндексе или на Google и, соответственно, предоставить доступ ученикам. И, соответственно, они могут заходить и, значит, изучать материал. Так. Возвращаясь обратно в презентацию. Презентацию. И следующий учебник, это, ну, тоже такой, значит, старая такая программка, кто помнит, может быть, Натата, значит, электронная книга, значит, электронная книга Натата. Так. Терина, спасибо. Значит, Натата. Такая, из Афталина, это программка очень старая, но работающая, классная. Мы тоже в свое время делали очень много на этой программе учебников. Вот здесь вот можно скачать этот учебник. И я просто продемонстрирую, я уже не стал, у нас время ограничено, поэтому, как бы, вот скриншоты заготовил. Значит, вот пример создания книги есть вот здесь по ссылке, на цене можете посмотреть. Вот я оттуда прямо скриншоты взял. Бумажные деньги с СССР. То есть автор этой статьи, значит, вот здесь вот скачалась, ну, программка, заходим в General Info, значит, это общие настройки, пишем название учебника. Дальше каждую страничку с рисунками сохраняем в формате в делом в Word, но сохраняем, файл сохранить как не .docx там, или .doc, а как .htm формат, .htm, как электронную публикацию. Все это в папочку сохраняем какую-то и потом просто кликаем Project Files, файл с проектами. Открываем папочку, например, учебник на рабочем столе и оттуда выбираем вот эти странички, сохраненные в htm. После этого переходим в компиляцию, вот этот раздел компиляция и, соответственно, значит, нажимаем, значит, создать .exe файл. И у вас будет называться, например, как называть, так и будет, например, учебник .exe файл, да, и все это файл можете распространять. Вот когда вы, значит, слушатель его или ученик запускает, так кликает, открывается вот такой формат с фоном, да, и здесь, соответственно, представлены и картинки, представлены, и представлены тексты. Вот вам учебник готов. То есть, вообще, нисколько не сложно все это делать, главное знать, где взять и как это сделать. Откачу немножко назад. Вот здесь вот есть подробный на этом сайте, вот, которая здесь вот ссылочка, видеоинструкции. То есть, если там что-то нужно разобраться, посмотрите, видеоуроки, я дублировать их не буду. Шагаем дальше. Ну, есть еще, конечно же, онлайн-сервисы. Это, опять-таки, AdApp, недавний совсем, недавний совсем сервис, удобный конструктор учебных пособий такой. И можно там даже режим микрообучения, сейчас такой очень модный режим микрообучения, там по 5-10 минут, особенно в ДПО применяется обучение для взрослых. Под мобильное приложение можно сделать курс. И вот где-то едет в метро, значит, слушатель курса, да, там, или в автобусе пока добирается, он в режиме микрообучения просматривает эти уроки. То есть, там есть теория, там есть практика. Да, Алина, спасибо, фликтопт, да, да, спасибо. Ну, я, конечно же, не претендую на весь обзор, абсолютно просто. Я говорю о том, что появилось недавно совсем. Поэтому обзор не полный. Я сразу говорю, это обзор не полный. то, что мне бросилось в глаза, то, что мне понравилось с такой субъективной точки зрения. Поэтому, да, вот от Алины, слушателю вебинара, пожалуйста, тоже обратите внимание на этот сервис плитопа, тоже интересный. Значит, 80%, 80+, здесь интерактивный шаблон всевозможных, есть мобильная версия, также есть элементы графикации. То есть, у нас же такое игровое сейчас поколение, да, мы воспитываем, которое растет в такой интерактивной среде, то есть, им надо вот игрушки, 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 они там, если телефон появился, у ребенка все там, вот, и таких вот поколений такой игроманов растет. Поэтому, элементы графикации здесь тоже очень важны. Еще один, одно облачное решение из Эйзи, так называемой, тоже программы для создания учебных пособий и оснащена мощным и таким высококачественным авторским контентом. Значит, программа проста, интуитивна, понятный интерфейс и такая динамичность. Можно делать викторию, иные всевозможные каталоги, временные шкалы. Но, правда, в такой тарифе у вас будет бесплатный водяной знак из Эйзи. То есть, можете тоже попробовать. Ну, это, наверное, одна сотая процента из тех средств, которые я сейчас говорю. Дальше. И еще одна программка, это бесплатная программка от iSpring. Мы пользуемся, например, курсами iSpring, не курсами iSpring, а программой iSpring Suite у нас накуплена как в лицензионном формате. Мы создаем такие презентации, видеопрезентации, то есть, видео с озвучкой, презентацией, красивые, в скором формате, которые загружаем потом в ЛМС и так далее. Но, понятно, что она очень дорогая и купить на каждом подсилу там на 30 тысяч рублей она стоит. Но для создания скринкастов и видеоуроков есть такая программа, которая называется iSpring Freecam, которую можете скачать здесь вот по ссылке. То есть, я даже, я с помощью этой программы записываю частенько какие-то видеоуроки, то есть, озвучиваю презентацию. И здесь нам нужно лишь хороший уносной микрофон отдельный, то есть, на стойке иметь, чтобы, ну, не было там фона по звуку и так далее. Ну, вот я вам сейчас могу продемонстрировать, насколько все просто. Так, запущу демонстрацию. Вот тоже я подготовил здесь эту программку, вот она здесь у меня открытая, да, на экране. Вот Freecam запускаю, значит, новую запись. Раз. Выделяем экран, то есть, показываем, какой экран здесь, ну, то есть, какую-то область экрана мы захватываем на своем компьютере, да, и, соответственно, нажимаем запись. Все, запись пошла. Остановили запись, сохранили, вот вам, пожалуйста, записанная, озвученная презентация, которую вы показали там, или, например, показываете ученикам какие-то действия там, перемещать какие-то объекты и так далее. Я не буду это делать, чтобы не грузить сейчас систему, значит, поэтому нажимаю кнопочку отмена. То есть, все довольно просто, буквально два клика и можно сделать запись. Была еще программа Fast and Capture раньше, но она в последнее время стала платной, поэтому мы в общем в последнее время ее не используем, а вот iSpring в рекам мы используем очень активно. Так, что еще хотелось бы сказать? Принципы создания электронных учебников. Ну, время у нас завершается, проходит завершение вебинара, поэтому я быстренько сейчас расскажу и еще отвечу на вопросы. Вот основные принципы, которые есть по созданию электронных учебников. вы можете подробно в презентации ознакомиться, я лишь заострю внимание на, значит, нескольких принципах системного дизайна. Опять-таки, делай как можно проще, убедитесь, что все понятно и стройте систему простого к сложному. если создавать учебное пособие, учебник, то лучше здесь использовать модель Эдди. В педизайне есть такая модель, и, ну, это в основном такой алгоритм верхнего уровня проектирования, который мы часто используем, то есть, вот я как педизайнер, например, методист, ну, по-русски это методист просто, педизайнер это методист. Значит, мы используем модель Эдди, которая состоит, в общем, из пяти основных стадий, и если посмотреть, то вот стадии здесь вот описаны. Первый – это анализ. Значит, мы сначала делаем анализ, это сначала смотрим, для кого этот ресурс был создан, потребности учеников, определяем задачи учителя, оцениваем целевую аудиторию и, как бы, пишем список, оформляем соответствующие результаты. Так. Я еще не закончил, что-то начали прощаться так резко. Спасибо большое. Или просто говорить спасибо. Значит, дальше, следующий этап – проектирование. Это самая обширная и непредсказуемая стадия, то есть, на этом этапе обрабатывается как бы результаты первичного анализа, то есть, мы проектируем сам интерфейс, блоки основные учебника, да, то есть, визуальный ряд и прочее. Дальше, дизайн – это разработка непосредственно материалов, подбираем элементы, задания и прочее, да, потом применяем, тестируем на практике и делаем оценку. Но в модели Эдди лучше делать это после каждого этапа. Видите, оценка занимается, занимается центральное место, после каждого этапа мы можем все это протестировать. Дальше, что еще? принципы квантования используются, то есть, материал, понятно, делится на модули, на разделы, дальше применяется принцип полноты, то есть, каждый модуль обязательно содержит теоретическое ядро, обязательно какие-то контрольные вопросы по теории, обязательно практическое закрепление и так далее. Вот, соответственно, справки и комментарии. И следующий – это принцип предотверения, то есть, каждый модуль должен быть связан какими-то гиперссылками и принцип регулирования, то есть, учащийся в электронном учебнике, электронном курсе должен сам самостоятельно иметь такую возможность перемещаться по разделам и так далее. Ну, это априорь просто сейчас уже как бы должно быть. И вот есть к организации систем поиска и навигации есть определенные требования. То есть, во-первых, должна быть реализация функции окно поиска по термину, да, и вы должны составить, соответственно, глоссарий внутри каждого учебника, глоссарий этих терминов, чтобы раз ввел учащийся термин и, соответственно, страницы могли открыться. Дальше. Должен быть обязательно ключевой экран, на котором все это происходит, но текст нужно, значит, должен быть размещен с картинками на один-два экрана. Дальше следующей, следующей, значит, страницы и так далее. То есть, надо так, чтобы это можно было бесконечно просто листать, 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 один-два экрана текст, все. Дальше, ну, должны быть обязательно кнопки возврата в начало лекции, да, в начало теоретического блока, переходы к оглавлению, переход к следующему разделу. Картинкам, фотографиям должны быть обязательно пояснения. Дальше. Обычно текст не выделяют подчеркиванием, чтобы не путались с ссылками и так далее, хотя ссылки отображаются нечто другим цветом, но считается это дурным тоном, если мы текст что-то там подчеркиваемые очень много. Поэтому в учебниках это лучше не применять, лучше использовать курсив. Дальше. Необходимо помнить, что обучаемые дают предпочтение более структурированным методам обучения, поэтому нужно продумать такую иерархию материала на этапе проектирования, да, то есть что, зачем, как, какие там ветвления будут и так далее. Все это сначала прорисовать на бумаге, а потом уже переложить на соответствующий шаблон в программе. Дальше. Принцип наглядности. То есть каждый раздел, каждый модуль должен состоять из соответствующих коллекций кадров и визуализации. То есть не просто текст сплошной, а именно текст с какими-то картинками, которые иллюстрируют какие-то там упражнения, методы упражнения или там какие-то явления, что-то еще, то есть инфографику. И вот здесь вот есть учет физиологических особенностей, спрятия цветов. То есть важно использовать стимулирующие теплые цвета, то есть в порядке убывания, то есть красно-оранжевый, желтый, да, то есть красный будет слишком сильно раздражать, поэтому не старайтесь использовать на такие теплые, то есть желтый, желто-оранжевый, ну так в формате фона и так далее, стимулирующая умственную активность. Дезинтегрирующие цвета, это фиолетовый, синий, голубой, синий-зеленый, они успокаивают вызывать сонное состояние, имейте ввиду, когда выбираете какие-то фоны. И нейтральные цвета, это светло-розовый, серо-голубой, желто-зеленый, коричневый. Ну тоже тут надо смотреть, экспериментировать так, чтобы совсем все пестрое не получилось. Обычно используют сочетание двух цветов, цвет фона и цвет знака. Самый оптимальный, вот здесь я уже сказал в начале сегодняшней презентации, это белый на темно-синий, синий на темно-зеленый и так далее, но обычный классический черный на белый используется. Дальше. Следующий момент. Так, ну вот, белое пространство признает один из самых сильнейших средств выразительности. Признаком стиля является малогарнитурный набор, то есть в учебнике и так далее значит, надо такого эскетического стиля придерживаться, то есть не надо слишком много каких-то отвлекающих картинок ни в тему. То есть желательно, чтобы и фоны тот учебник, который мы смотрели, там, например, деньги на фоне, да, они очень сильно отвлекают как бы и устает взор. Поэтому здесь значит, использовать все очень строго и минимизированно. Вот как раз пункт седьмой любой фоновый рисунок повышает управляемость глаз, поэтому здесь просто на какой-то фон отдельный использовать теплые цвета и достаточно. Мультипликация. Только используем мультипликацию движения объектов, если мы хотим подчеркнуть имление. Опять-таки, если слишком много всякой мультипликации, это слишком сильно скажем так, отвлекает и перегружает, создает информационный шум. Из этого информационного шума мы очень сильно устаем, ребенок очень сильно устает, он и так же постоянно в информационном шуме, и здесь вот главное, чтобы не переборщить. Ну и, соответственно, если используют звуки только по теме, например, ребенка нужно показать, как рычит медведь, да, вот тут можно звук использовать. Какие-то там всевозможные фоновые музыкальные сопровождения, здесь надо внимательно думать, и это может сильно отвлекать внимание, успокоить, скажем так, ну, притупить сознание. Сознание этого материала, который изучают. Поэтому здесь надо очень аккуратно подходить к этих моментам. Дальше, что еще? А, еще один сервис остался, да, сейчас, Светлана, я вот дойду до конца, там будет ссылка все, ссылка на телеграм-группу. Создание учебных материалов для контроля знаний учащихся. Вот здесь вот есть такой очень хороший сервис, онлайн тест-пад. Я сейчас последнюю демонстрацию сегодня уже сделаю, и мы с вами будем завершать. вот здесь я зарегистрировался на онлайн тест-паде, здесь у нас тесты, например, мы иногда применяем тесты, например, меры предупреждения коррупционных правонарушений, цели образования. Вообще, здесь есть уроки готовые, которые можете использовать на онлайн тест-паде, посмотрите их внимательно, очень классные есть уроки созданные, уже готовые. но здесь, например, тесты как создавать, просто показываю на примере созданного теста, здесь вот есть, давайте так, обратно вернусь, так, сейчас даю профиль, поехали. Сейчас. можно создавать кроссворды, можно создать интерактивные диалоги. Примером интерактивных диалогов, так, ну-ка, что-то есть или нет? Так, сейчас, вот интерактивные диалоги особенно очень классные здесь. Вот диалоги на самом сайте. обратите внимание, вот открывая просто ресурс, как это все выглядит, вот пройти диалог, и здесь вот, а, ну давайте там идем грибанов, грибанова света, света, далее, да. Вот интерактивные диалоги можно создавать, когда здесь есть какой-то тест, нужно ответить, и, соответственно, вот здесь вот есть картинки, и система говорит, правильно, неправильно, там, или что-то комментирует, вообще классная вещь, очень интересная, нравится и студентам, и нашим школьникам, которые занимаются в нашей компьютерной школе, ну и вообще, значит, интересный такой ресурс. И, соответственно, тесты, вот теперь перехожу к тестам, открываю какой-то свой тест, вот здесь вот, когда вы создаете тест, вот его ссылка, то есть по этой ссылке могут учащиеся пройти этот данный тест. Дальше, 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 так, вопросы, вот здесь вопросы, чтобы добавить вопрос, нажимаем кнопочку плюс, и выбираем формат вопроса, который здесь есть. Ну, вообще, я начинаю провести по тестам отдельный вебинар, то есть научить, как создавать правильно, чтобы тесты были валидными, то есть, потому что, как бы, вот одно дело интерфейс, но есть целая наука по созданию этих тестов, и если, ну, потом когда-нибудь мы такой вебинар тоже в Директ Академии бесплатно привезем. Вот, и здесь вот можно выбрать формат вопроса, значит, пример, множественный выбор, да, и печатаем текст вопроса, и, соответственно, пишем ответ, и указываем, какой из этих ответов правильно. Так, и статистику тестов можно посмотреть, прохождение, вот у нас был январь 22-го, декабрь 22-го года, и здесь результаты также можно посмотреть, а, тут, во-первых, мы планируем сам результат, то есть, указываем шкалу, за что стоит 5-4-3-2, так, и статистика, статистика, таблица результатов, вот она здесь, здесь можно пофанильно посмотреть, у каждого свой ID-номер, кто как ответил, какие результаты отсюда выгрузить и предоставить в учебный отдел. То есть, вещь вообще классная, можно это использовать, но больше всего мне нравится, конечно же, значит, помимо тестов, есть еще и, вот я сказал, диалоги, и можно создавать интерактивные уроки, вот уже тоже интерактивные уроки есть, у них есть своя система СДО, можно подключить организацию к системе СДО, и тоже использовать, то есть, можно также и каждый урок в отдельности есть, а самое главное, что это бесплатно. Наш отечественный сервис, и, пожалуйста, знакомьтесь, вот есть интересные тоже уроки, которые сделаны на данном сервисе. Вот так это выглядит. Даже можно скачивать и так далее, но это не самый такой, скажем так, крутой урок, сделан, но тем не менее, посмотрите. Так, еще что у нас осталось, давайте первую презентацию. Так, ну, ссылки на те материалы, которые я использовал, там ссылался, да, тоже можете внимательно ознакомиться, там целые трактаты, учебники, и вот ссылочка на телеграм-чат цифровой, цифровой педагог. Алина, спасибо. Так, вот тут и повторил здесь как раз ссылку в чате, поэтому присоединяйтесь. Ну, соответственно, я являюсь автором программы применения КТ и цифровых сервисов работать с педагога. Если вы захотите, вот есть ссылочка, можно подать заявку к нам, стоимость обучения не такая высокая. Значит, если у нас наберется такая целевая группа, которые пришли не только не за корочками, а именно хотят научиться, я с удовольствием с вами приду в занятия по вечерам, в формате онлайн, мы рассмотрим разные сервисы, разные моменты, главное, чтобы вы реально научились это создавать и делать. Вот, но должна быть такая целевая группа, которая пришла там не только для того, чтобы вот эту корочку удостоверения получить, да, именно желательно вам заходить. То есть курсы есть полностью в онлайне работают, но если кто захочет именно попрактиковаться, то приходите. Ну, кто опоздал, вот как раз я еще раз говорю о том, что есть, будет очень крутой курс от Калиникова Павел Юрича, специалиста Директ Академии по ресурсам в рамках содействия и занятости. То есть можете принять участие, если вы относитесь к одной из категорий. 50+, женщины в декретном отпуске, безработные, студенты старшего курса. Вот форма для регистрации. Обучение бесплатно вот на этом курсе профессиональный контент менеджмент, менеджмент образовательных ресурсов. И есть еще один курс, тоже основа библиографии для научно-педагогических и для отечественных работников. Автор, разработчик Телегина Татьяна Викторовна. Тоже сотрудник Директ Академии, она, вы ее знаете, сопровождает вебинары. Тоже интересные курсы, записывайтесь. Если кого-то у нас еще остается, то есть опять-таки, если вы подходите под одной из категорий, не учились в рамках содействия и занятости, обучение абсолютно бесплатное. Мы постараемся на этот курс вас взять и обучить. Так что, так. Ну что ж, спасибо за внимание. Вступайте в группу цифровых педагогов, будем с вами на связи. Давайте вопросы, какие у нас есть. Ресурсы для закрепления материала на уроке. Все ресурсы, которые я Светлана сейчас обозначил, в том числе удобно, в том числе вот этот онлайн тест-пад, там можно создавать уроки, соответственно, интерактивные упражнения и вы можете использовать и на уроке, и давать своим учащимся как в качестве домашнего задания. Так, что у нас еще в чате? Ну, уважаемые слушатели, я рад, что вам понравилось. Значит, спасибо за хорошие оценки. У нас вебинар, там еще следующий будет где-то в конце мая. следите, я с удовольствием эти вещи провожу, значит, и буду рад видеть вас в своей телеграм-группе «Цифровый педагог», и, соответственно, мы будем поддерживать связь. Какие-то интересные, если будут какая-то интересная информация, я обязательно там буду вам сообщать, в том числе про бесплатные курсы, которые мы проводим в рамках федеральных проектов. Татьяна, спасибо. Так, ну, вроде бы на все вопросы ответил, да, то есть если какие-то вопросы есть, можете еще раз переспросить. Так, вот что-то появилось. Сейчас минуту я свяжусь с Татьяной Телегиной и спрошу по поводу сертификатов. Сертификат, конечно же, будут, просто немножко непонятен механизм учения, потому что я как бы лектор и не совсем понимаю, как это делать. Сейчас, поэтому пока не уходите, буквально... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Коллеги, Андрей разместил здесь ссылочку и вам еще придет письмо в течение часа на почту по поводу сертификата. Так что, ну, вроде бы на все вопросы ответили. Коллеги, большое спасибо за внимание. Мне понравилось с вами работать, очень заинтересована аудитория. Я думаю, не прощаюсь с вами, в мае месяце еще будет один мой вебинар, где-то 29 мая в конце. Тоже будет интересно. Я буду рассказывать про интерактивные доски, про мультимедийный контент, как его использовать. Приходите. Ну, соответственно, всеми материалами, значит, пользуйтесь, которые я, значит, в презентации разместил. Спасибо за внимание еще раз. Всего доброго. Ну, с наступающим вас майским праздником. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Продолжение следует...